Но удар был просто мощнейший, друзья. Всем привет, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать на канале Фаворит Фишинг. Меня зовут Максим Местерцов. И мы продолжаем показывать вам, как же, я считаю, нужно ловить рыбу на спину. Сегодня мы запланировали выезд далеко. Планировали посетить Полтавскую область. Там есть пару замечательных водоемов. Но агентура на месте, которая ловит рыбу каждый день, донесла информацию о том, что рыба там абсолютно не клюет. И ехать туда нет смысла. Мы просто взяли, развернулись и поехали на знакомый нам водоем, который находится в Харьковской области, в котором водятся судаки, щуки и окуня. Их не так много, но, надеюсь, мы кого-то поймаем. Весной рыба чаще всего стоит у берега. Поэтому взял с собой такой универсальный комплект. В руках у меня удилище 84 длины. Тестом оно до 12 граммов. Будет ловиться близко, половим на 4-5. Будет ловиться далеко, будем ставить 10. Ну а начнем нашу рыбалку с дамбы, с самого глубокого места на водоеме. Опа! Кнопа! КОНЕЦ Насчетливая поклевка такая. Очень на судака похоже это. Да, маленький судачок. Даже не будем пользоваться подсаком, просто так его аккуратненько поднимем. Но удар был просто мощнейший, друзья. У дамбы, недалеко, на первой бровке, стоял вот такой вот маленький судачок. И судя по его бачку, его явно кто-то атаковал, прессинговал. Или это был огромный судак, или это была какая-нибудь ветерана щука. Но сейчас мы его долго мучать не будем. Одну-две фотографии, с такой рыбой сильно не пофотографируешься. И отпустим его домой. Вот так сразу на первой же точке постановки только с вами поздоровались, рассказали, за кем мы приехали. И сразу такой маленький судачок. В целом, на этом водоеме я далеко не в первый раз. Здесь есть намного крупнее рыба. Приезжали мы сюда это зимой даже сбалансиром, для того, чтобы еще больше узнать водоем, еще лучше понять, где же стоит рыба, и каких точек она держится. Ну и дамба для начала отличное место на любом водоеме. На дамбе немножко половили. И в целом, сегодня есть такая задача, план на рыбалку, походить, подвигаться. На этом водоеме я впервые после того, как зашел лед. И непонятно пока, где стоит рыба, на каких локациях, на каких точках она закрепилась весной. Сейчас будем идти, пытаться искать. То есть 3, 5, там 10 забросов на перспективном месте, дальше, дальше, дальше. Зацепимся за рыбу, как всегда. Подумаем, как ее правильно ловить. И попытаемся добиться максимального результата. Вот такой вот цветочек вам, дорогой зритель. Возможно, вы девушка, вам будет приятно. А если вы мужчина, парень, мальчик, то насладитесь красотой весны. Возможно, когда вы смотрите это видео, у вас либо холодно, либо идет дождь, либо еще какая-то не совсем хорошая повода. Ну, а мы идем дальше. И за дамбой у нас целый огромный участок, практически весь берег в завалах-корях. Специально владельцы водоема сделали так, чтобы сделать тут место для нерестилища, разные рыбы. И второй момент, который они пытались достигнуть таким образом, то есть они взяли, просто нарезали очень много деревьев и побросали их в воду. За счет того, что с этой стороны у меня лес по правую руку, и здесь особо не просматривается это все дело, и чтобы рыбу банально не воровали, не занимались браконьерством, то вот просто такое естественное укрытие для рыбы, и невозможно здесь ее как-то изымать. А для нас, пигнистов, это отличное место, чтобы потренировать ловлю на овсеты, понадевать красиво приманки на овсетные крючки, чтобы сделать максимально проходимую снасть и суметь поймать даже в таких трудных условиях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА ЕСТЬ! Опять некрупный судачок. И вот я вроде бы и форсировал вываживание, но все равно умудрился вскочить. Уже воспользуемся подсаком, чтобы не травмировать рыбу. Все-таки мы рыбу бережем, рыбу отпускаем. Вот такой вот опять некрупный парень. Все тот же монтаж. Тихо, стой. Расскажу друзьям, как поймал тебя. Вот такой вот монтажик. Это 5 граммов овсет. И опять приманка. Это приманка от Селекта. Такой вот виброхвост. На самом деле, не особо я на него хотел ловить, но в одной из ситуаций. Павел Лясоцкий, Паша, привет тебе. Со свахта у меня этот цвет. Двести третий. Петиш тройка. Просто подарил мне эту пачку, можно сказать. И вот уже двух небольших судачков она приносит. Сегодня, наверное, сделаю ставку на эту приманку. Просто попробую раскрытие. Ну, такой вот судачок. Сейчас, стой. Сейчас мы вас фотографируем и отпустим. Все-таки сегодня крутой, замечательный день уже. Поймали мы первую рыбу с первой постановки на дамбе. Начали свое движение по корягам. И тут тоже случилась поклевка. Правда, рыба пока не крупная. Судачок в районе 300-400 граммов активно атаковал нашу приманку. Снасть у нас сегодня не тяжелая, не грубая. Потому даже такая рыба подарила массу крутых впечатлений. А именно за ними мы и ездим на рыбалку. Ну и стоит такую рыбу всегда благодарить. Особенно таких размеров. Надо такую рыбу маленькую, особенно бережно, аккуратно отпускать, что мы, собственно, и сделаем. Ловлю в таких местах, вот она особенно хороша в поляризационных очках. Без очков лучше сюда не соваться даже. Потому что вот я в очках вижу четкое такое бревно, которое лежит вот так вот по диагонали. Приподнимаю мою очки и вижу только вот здесь сначала. Как оно идет, уже не вижу. Оно тянется и тянется. То есть очки это хороший помощник в такой рыбалке, в коряжнике под ногами. Мне тут подкинули идею рассказать вам, как я перевязываюсь. Ну, а перевязываюсь, друзья, я, как и все нормальные люди. Вначале продеваем на шнур кольца, что, собственно, и происходит. Тут главное зрение. И после привязываем поводок из 0,47 флюрокарбона. И тут скептики, критики, хейтеры, как их только в разное время называли, скажут, зачем такой толстый Максим флюрокарбон. Отвечу вам усем смело, что такой толстый флюрокарбон нужен мне для того, чтобы обезопаситься от злой мелкой щуки, которая здесь есть. Пусть она на нересте, пусть она не клюет, но я спокоен. Я уверен в том, что мои приманки уцелеют от встречи с ней. Я вот прям поверил, поверил в этот цвет. Раньше не совсем не нравилось. Вот яркое пузико, хорошо. Вот такой зеленый, но редко у меня работал. Но, как показывает практика, все могут ошибаться. Хорош. Хорошенький судачок, друзья. Клюнул прямо перед веткой. Сейчас мы его вот так вот. Опа! И поднимем нашим удилищем такой судак. Ну, это грамм уже 500-600, но с невероятной силой поклевки это было. Вываживание трудное. Подсак даже не стал брать, потому что дает чуть больше времени потянуть за подсаком. По-любому будет какая-то слабина. Рыба нырнет. Сейчас оператор попозже покажет это место. Там просто лес. Рыба нырнет, и ее оттуда уже не достать. Овсет. Приманка, которая сегодня приносит всю рыбу, которую я поймал. Ну и неплохой уже судачок. Очередной, не трофейный судак уплыл домой. Активно скрылся в водной пучине. Немножко помучали его, пофотографировали. Но вы видели, рыба активная. Рыба отлично клюнула, и также отлично упала домой. Все-таки еще надеюсь поймать более крупного судака, трофейного, чтобы фотографии получились красивые. Ну и все, как всегда, коряжник, под берегом, весна, вода прогревается, рыба все ближе и ближе тянется к берегу. Первая бровка. Такое же место, очень похожее, о котором я говорил ранее, где мы поймали вторую рыбу. Идет довольно далеко мель, на которой лежат ветки, и там идет такой резкий свал, резкая такая ступенька, на которой и стоял этот судачок. я думаю, вам уже интересно стало, какое же удилище сегодня со мной на рыбалке. Сегодня со мной на рыбалке новинка, будущая от компании фаворит. Это финальный образец прототипа, удочка под названием Black Swan, черный лебедь, длина 8,4 фута, Т-12 грамм. Это одна из модификаций этой серии, их там будет не одно удилище, о каждом, я думаю, подробнее будут рассказывать разработчики компании Иван Соломойлов и Ваня Журба. Ну, от себя хочу сказать, что я не первый день с этой удочкой на рыбалке, очень нравится этот спиннинг. По моему мнению, наверное, это самый мой теперь любимый спиннинг из всех, которых у меня есть. Очень крутая эргономика, очень хорошая чувствительность, все классно скомпоновано, собрано, и сегодня поставил сюда катушечку 4000 по Шамону, Ванкиш 19-го года, на нем намотан, по-моему, это 0,4 или 0,5 шнур, плюокарбон 0,47, так как здесь есть щуки, ну и небольшие приманки для прибрежной ловли. Читая комментарии под каждым из видео с моим участием, замечаю часто от вас пожелания, чтобы я рассказывал больше о ловле, больше о приманках, ну и главное опроботка. Итак, друзья, главная ошибка, по-моему мнению, большинства начинающих рыболов, любителей, это то, что они делают слишком длинную проводку к закоряженных местах, либо перспективных точках. Какая получается история? Рыба стоит в определенном месте, она держится в какой-то локации, если вы делаете проводку с двумя, тремя, а то и более оборотами катушки, ваша приманка за одну такую манипуляцию проходит полтора и более метров, то есть буквально мимо рыбы эта приманка проносится и если ее активность небольшая, то вряд ли она клюнет. Наша задача сделать наиболее красивую, актуальную анимацию в перспективном месте. При этом я не думаю, что количество оборотов катушки в этом случае должно превышать более одного. То есть я очень часто ловлю на один оборот, либо на пол оборота, бывает даже на четверть, а когда рыба сверх пассивна, вообще не подматываю в этом случае катушкой, а проводку осуществляю только кончиком удилища. Так и сегодня я ловлю практически всю свою рыбалку эту на один оборот, в некоторых местах, где сильно закоряжено, на пол оборота. Это позволяет мне четко понять, когда моя приманка уперлась в коряжник, когда она его перескочила и обловить буквально каждую веточку, каждую точку, где может стоять судак. на коротке, тут прям под веточкой. Пацак, надо пацак хороший. Вот он, вот он, вот же он, вот же он, вот же он. Намоленная просто приманка от Селекта в этом цвете, в который я так не верил, приносит вот такого, вот такого, друзья, судачка. тут явно за кило, чуть-чуть больше, чем кило, но фух, получилось. Вот, вот в этом весь кайф, когда получилось, когда мы все сделали правильно. Ну и приманка, сейчас я вам покажу, и приманка, которая делает вещи сегодня. Вот такая рыбина. есть. подсел на паузе на 23 проводки в этом месте очень сильно понравилась . но все-таки он придавил и добрал такой вот судачок очередной сегодня у нас удачная рыбалка наконец-то клюет такой симпатичный судачок ну и приманка приманка как всегда рабочая понравилась эта точка упирался 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 все-таки поймал этого судака вот понимание места где должна стоять рыба это очень важно вы должны понимать что вот вы оказались в нужном месте осталось только рыбу соблазнить и это именно такое место но мало чем отличается от всего того что мы видели ранее берег весь похож лежат ветки но это не столь важно поскольку мы забросили точнее я забросил я почувствовал вот там вот не только ветки вверху этого свала да но и внизу то есть ветки которые дальше нежели по всей остальной береговой линии ну и сразу картинка в голове что-то отличное укрытие это отличная точка по отношению ко всему берегу и тут должна стоять рыба сто процентов должна стать рыба клюнет она или не клюнет это уже дело настроения рыбы и ее активности но то что здесь нужно уделить этому месту больше времени это факт это был очень крутой весенний день на судаковой рыбалке это был очень крутой весенний день на судаковой рыбалке я считаю что все получилось были классные крутые контакты с рыбой поклевки были холостые поклевки реализованные в общем мозговая деятельность была принято не зря все получилось я доволен крутой весенний день если у вас остались какие-либо вопросы пишите в комментариях не забывайте подписываться на канал фаворитфишинг до скорых встреч